Привет, меня зовут Кирилл, и это канал, посвященный обучению Linux и его использованию в реальных боевых таких условиях. Немного расскажу сначала о себе, чтобы вы могли понять, доверять мне или нет в этом вообще вопросе. С 2003 года я уже побывал и бегающим админом, и специалистом различных линии поддержки, преподавателем в школе и в институте, даже открыл аутсорсинговую компанию, закрыл аутсорсинговую компанию. В общем, на данный момент я остановился на том, что стал девопсом, который в составе такой большой команды профессионалов работает над кучей высоконагруженных таких интересных сервисов, в частности над госзакупками. Преимущество мое в том, что я не являюсь таким типичным молчаливым социопатным админом, я очень люблю поболтать, порассказывать что-нибудь, и просто получилось так, что я работаю в этой сфере, я в ней разбираюсь, и поэтому я могу бодро, весело рассказать об администрировании простым, понятным языком. Значит, теперь о канале. Прежде всего он у нас нацелен на тех, кто знакомится с Linux и хочет стать системным администратором Linux во всех проявлениях. Но также этот канал подойдет у нас опытным админам, которые могут, допустим, актуализовать свои знания или ознакомиться с теми инструментами, с которыми мне не приходилось работать по какой-либо причине. Вообще курсы настроены и нацелены прежде всего на офисного системного администратора, но мы постепенно переходим в DevOps и учимся работать со взрослыми промышленными средами для разработки, тестирования, эксплуатации приложений. Все ролики четко систематизированы и разложены по плейлистам. Это не просто куски информации, а полноценно составленная программа обучения, в которой я не просто читаю текст со слайдов, как обычно у нас построена программа обучения, а активно работаю в консоли. При этом могу ошибаться и разбирать по ошибке сразу по мере записи видео. Программа «Само обучение» опирается на темы, которые озвучил профессиональный институт Linux администраторов LPI, но я ее оптимизировал, обновлял, немножечко привязывал к тем реальным боевым задачам, которые приходится решать каждому админу на практике. Поэтому у нас есть темы. К каждой теме предлагается конспект, домашние задания и вопросы для самопроверки. Все это выложено на GitHub и со всем этим необходимо знакомиться, если вы хотите что-то понять и запомнить, а не просто так полистать эти ролики, послушать, что там происходит. Теперь давайте поговорим о порядке просмотра уроков. Первым у нас является плейлист LPI Essentials, в котором я только собираюсь составлять видео. В общем-то это такой поверхностный курс для подготовки школьников каких-нибудь или полежилых инженеров, которые меняют профессию, к администрированию Linux. То есть где взять дистрибутив, как настроить виртуальную машину, как установить операционную систему, как работать с консолью. Это какие-то такие базовые вещи, поэтому если вы имеете какой-то опыт администрирования, вы можете этот плейлист смело пропускать. Затем по порядку у нас идут плейлисты по LPI. LPI 1, exam 101, exam 102, LPI 2, exam 201, exam 202. Последний из них я записываю сейчас. Они в принципе логически разделены этим институтом LPI, но это условно, это довольно-таки разделение. Просто нужно идти по порядку, в том порядке, в котором я сейчас их озвучил. Кроме того, вне порядка изучения у нас идут плейлисты такие. Это у нас off-top, где общие рассуждения на различные этичные темы. Затем у нас есть плейлист с мануалами, где мы реализуем практические какие-то задачи для опытных системных администраторов. Там же могут встречаться темы из LPI, которые мы активно применяем. Затем отдельно есть плейлист с матчастью по железу, который я пока забросил, потому что у меня нет времени. И начинаю я развивать плейлист с девопсом, с инструментом для девопсов, который тоже может очень много кому пригодиться. Значит, я могу сказать, что я приветствую вас всех, кто хочет выучить Linux, зарабатывать на этом деньги, делать мир лучше. Настоятельно рекомендую всем не просто смотреть ролики, а делать обязательно домашние задания, иначе в голове не задержится совершенно ничего. Все вопросы вы можете задавать в комментариях к урокам. Я или кто-нибудь еще, у меня там достаточно уже хорошая комьюнити образовалась из общих специалистов таких продвинутых, которые могут вам ответить. Но я стараюсь отвечать тоже на все комментарии, если мне YouTube не тупит и их присылает. Все дополнения, поправки, которые у вас могут возникнуть, и должны, скорее всего, возникнуть. Я не претендую на какую-то такую объективность. Вы можете смело коммитить в GitHub, и я буду это все сливать с основной веткой. У нас появится с вами такой обобщенный материал по изучению Linux русскоязычного. В общем, удачи вам на этом пути становления Linux-инженерами. Всем очень рад. Подписывайтесь. И хорошее вам настроение.